Приветствую вас. Пожалуй, начать я бы хотел с того, что, значит, определить две формы осуждения. По крайней мере, так мне это видится на данный момент. Две формы осуждения. Значит, чтобы вы сразу поняли, что существует осуждение общее, социальное, когда вы не приемлете каких-то ценностей, не приемлете каких-то взглядов людей, массы людей, группы людей. Существует такой вид осуждения, если угодно, при котором, значит, человек осуждает другого человека именно в контексте тех моментов, тех аспектов, которые непосредственно связаны с отношением к нему. Так вот, ваш парень относится к бабушке довольно негативным, потому что так получилось, что она перестала быть тем человеком, которого, ну, например, парень ваш когда-то знал. И здесь нужно сказать, что подобное происходит очень часто. то есть, различные психические заболевания очень сильно меняют людей. И, к сожалению, далеко не все способны, как бы вот вам сказать, помнить о том, кем были когда-то, например, эти родные люди. Например, вот как, допустим, бабушка, бабушка вашего молодого человека. Понимаете, он может быть и любит ее. Я лично более чем уверен, что он ее любит. но проблема заключается в том, что он не видит в ней того родного человека, который был когда-то. И здесь важно понимать, что подобное восприятие людей, оно продиктовано именно непониманием. То есть, парень не понимает того, что происходит с его бабочкой. и из-за этого ведет себя именно так, именно подобным образом. Он любит человека и видит человека, как определенного, ну, определенное материальное проявление реального мира. То есть, это не какая-то память эфемерная, например. Это не что-то подобного типа для вашего мужчины. Это конкретный образ человека. или лучше даже сказать конкретный человек. И в этом аспекте парень по-своему для себя прав. Нельзя любить того, кто по сути уже не существует, а существует только лишь оболочка этого человека. Да, это может быть неэтично. Да, это может быть неправильно. Но вы берете и проецируете вот эту позицию на то, и что он говорит о неудобствах, причиненных, причиняемых ею. Здесь ситуация складывается немножко по-другому. Молодой человек готов терпеть неудобства, если это близкий человек для него. Если это родной человек для него, но не готов терпеть неудобства, если этот человек, по сути дела, чужой. Именно образ чужого человека То есть молодой ваш мужчина, ваш парень Смотрит на людей Не как на внешнее проявление Не как на нербальные средства А смотрит на тот духовный образ Который эти люди вместе с собой Несут И это для него является важным Поэтому молодой человек не может относиться Например, к своей бабочке Которая уже не является по сути его бабочкой Так же, как раньше Но это не означает, что он Не будет терпеть каких-то неудобств от вас Хотя, безусловно, подобно Подобно Довольно-таки тревожно Я с вами согласен И вы не можете не думать о том, что Ну вот, например Я с ним И Пока все хорошо У нас все нормально Но если вдруг я начну Причинять какие-то неудобства ему Не будет ли он, например Так, что говорит и мне То есть я вас понимаю И потому Вам нужно Конкретно с ним это обсудить То есть Давайте будем честны Когда молодой человек Говорит вам О том Что вот Его бабочка там Заживала в нас Видите, что ей Уже пора умирать И так далее Вот Молодой человек Обесценивает то Что делаете вы Вы Вы-то своей бабочке Помогаете Вы-то для своей бабочки Делаете Все, что нужно Правильно И получается так Что Молодой человек Показывает вам Иную модель Поведения Иная модель Поведения По-другому По-другому Относиться К Своим родным людям Более Так сказать Независим И вас Это задевает Потому что Вы-то свою жизнь Тратите на то Чтобы близким Помогать А Оказывается Оказывается Можно близким Не помогать И вы думаете Волей-неволей А правильно ли я Делаю то Что помогаю Своим Не напрасно ли я Это делаю Неужели можно Как-то по-другому Понимаете И вам становится Страшно Потому что Если по-другому Можно А вы так Не делали Например Никогда То получается Что вы Упустили Для себя Что-то И Упустили Для себя Что-то Скорее всего Именно То Именно то Что Могло бы Составить Вашу Молодость Ваше веселье Ваше хорошее Время провождения А не так Что вы Постоянно Там За кем-то Ухаживаете Помогаете Всем И так далее То есть У вас Появляется Ощущение Что вы Более Несвободны Чем Молодой Человек И Именно Потому что Вы Более Несвободны Себя Чувствуете У вас Появляется Защитная Реакция Защитная Реакция Для Защиты Своего Положения Для Защиты Своей Позиции Как-то Оправдать Свою Позицию Сделать Ее Более Правильной И Поэтому Вы Не Принимаете Позицию Молодого Человека Отчасти Еще И По Этой Причине То есть С одной Стороны Вы Боитесь Что Молодой Человек Будет Относиться К вам Дальше Но Здесь Как я Вам Сказал Вы Делаете Некий Перенос И С другой Стороны Вам Наверное В глубине Души Не Представляется Вам Идеально И В данном Аспекте В данном Контексте Именно В данном Контексте В контексте Личного Охуждения Я бы Хотел Сказать Следующее По Значит Первому Пункту По Пункту Отношения К вам Вы Молодым Человеком Просто Откровенно Поговорить Попросите Его Разъяснить Вам Как Он Будет Относиться К вам Как Он Будет Воспринимать Вас И Так Далее Послушайте Его Посудите Его Позицию Посудите Его Слова Если Он Вас Не Убедит Если Вы Не Почувствуете Что Мужчина Искренен С Вами То Скорее Всего Этот Человек Вам Не Подходит И Опять же Момент Здесь Какой Что У него С вами У него Именно С вами Отношения Идеальные То есть Вам Они Нравятся И Вы Не Хотите Этого Молодого Человека Терять Но При Этом Вас Напрягает Тот Швак Что Из-за Того Что У вас Немного Ратные Ценности Вам Придется С ним Остаться И Вы Потеряете Эту Идиллию Что Опять же Остачает Что Вы Держите За Него Что Вы Недаетесь В нем А Просто Вопрос Заключается Только В чем Именно И Именно Поэтому Отсюда У вас Такая Реакция Потому Что Свободные Независимые Люди Если Видят Что Их Ценности Разные Они Просто Позволяют Себе Быть Собой А Другим Другими И Все Но У вас Ж Есть Потребность Убедить Человеком В том Что Он Не Прав И Соответственно Эта Потребность Продиктована Вашими Желаниями Вот Нужно Подумать Какие У вас Желания Может Вы Чего Боитесь Может У вас Есть Потребности Которые Вы Реализуете Неправильно И И Исходя Из Этого Думаете Вы Хотите Вы Не Через Вашего Правда Пытаться Что-то Реализовать Вау А как бы Напрямую Напрямую Это Реализовывать Это Куда важнее На самом деле Вот Значит Это То Что Что касается Первого Пункта Значит Что касается Вашей позиции По отношению К заботе О Родных Подумайте Для себя Как следует О том Ради Чего Вы Это Делаете Вот Зачем Вы Заботитесь О Своих Родных Попробуйте Для чего Вы Вот Говорите Значит Я Часов Сво Экстренная Помощь Семьи Нравится Ли вам Эта Товетка Устраивает Ли Она Вас Считаете Ли Что Вы Поступаете Правильно Считаете Ли Что То Делаете Это По своему Собственному Желанию А не потому Что Например Вы Знаете Что Не Сделав Этого Не Сделав Этого Вы Обручите На себя Гнев Например Своих Родных Своих Близких И так Далее Вот Постарайтесь Подумать Так ли Вы Свободны В своем Выборе Относительно Именно Этого Момента Потому Что Все Ваше Поведение Говорит О том Что Вы Активно Защищаете Свою Позицию А Активно Защищать Свою Позицию Нужно Только Тогда Когда Вы В ней Не Уверены А Если Вы В своей Позиции Не Уверены То Нужно Выделить Аспекты Которых Вы Сомневает Чтобы О них Следует Подумать И Разобраться Чтобы Выстроить Более Четкую Вашу Позицию Потому Что Если Вы Не Уверены В Своей Позиции По Отношению К Чему То Скорее Всего Вы Не Уверены И В Себе То В Каких То Моментах А Это Мешает Вам Адекватно Продвигать Свою Линию Поведения Теперь Что Касается Общего Осуждения Понимаете Дело В том Что Осудить Очень Легче Всего Взять Просто Осудить Людей Которые Поступают Как-то И Сказать Что Вот Они Делают Неправильно В Действительности Каждый Из Нас Что То Делает Неправильно У Каждого Из Нас Есть Сладости У Каждого Из Нас Есть Собственная Выгода У Каждого Из Нас Есть Сложенности Выбор У Каждого Из Нас Есть Противоречия И Каждый Из Нас Выбирает То Что Наиболее Полно Соответствует Тому Как Человек Представляет Себе Окружающий Мир И Себя В Нем И Этот Выбор Никогда Не Бывает Правильным На 100% Я Поясню Вот Вы Например Помогаете Своей Семье Ну Вроде Вы Своей Хорошее Дело Вроде Вы Помогаете Своим Родным И Близким Все Сдорово Но Являясь Экстренной Помощью Для Своей Семьи Вы Так Или Иначе Наносите Усерд Себе А Если Вы Наносите Усерд Себе То Это Не Может Быть Хорошим Выбором Но Тем Не Менее Это Наилучший Выбор Для Вас В Ваши Ситуации Ваш Парень Делает Совсем Другой Выбор Он Говорит Я Буду Жить Для Себя В Ущерб Своим Близким С Позиции Него Самого Он Делает Правильный Выбор Потому Что Он Заботится О Себе Он Продвигает Свои Интересы Но При Этом Действует В Ущерб Своей Сми Действует В Ущерб Своей Раны То Есть Понимаете Практически Невозможно Сделать Так Чтобы Все Были Довольны И Вы И Окружающие Люди Если Окружающие Люди Недовольны То То Довольны То Недовольны Вы Если Вы Довольны То Недовольны Другие И Вот Каждый Человек Делает Выбор В Ту Или И И В сторону И Этот Выбор Никогда Не Бывает Правильным Поэтому Осождая Осождая Вы По сути Дела Ставите Себе Выше Выше Другого Человека Но Вы Не Можете Быть Выше Потому Что Вы Такой Человек Как И Он И Вы Так Как И Он Завершаете Просто Свой Выбор Который Вам Кажется Наиболее Правильным Но Опять Вот Он Не Становится Более Полным А Он Не Становится Идеальным Так Так Никто Даже Вы Не Завершает Идеального Выбора И Если Это Так Если Никто Из Нас Не Завершает Идеального Выбора То Никто Из Нас Не Прави И Осуждать Потому Мы Сами Сами Делаем Точно Такой Же Выбор Просто Под Другим Углом И Все И Мы Так И И Поскольку Мы Так 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 То Мы Не Можем Судить Других Людей Потому Что Мы Ничем Не Лучше Не Хуже Мы Так И Если Мы Так Едем Мы Не Вправе Судить Вправе Судить Только В То Что Является Официально Заскрепленной Нормой Поведения Но Нигде Не Написано Что Например Вы Обязаны Для Своей Снеп Быть Экстренной Помощью И Нигде Не Написано Что Запрещено Например Думать Только О себе А Например О Психически Больных Родных Там Нужно Заботиться Именно Вот Очень Хорошо Такого Нигде Не Написано И Поскольку Это Незакрепленная Норма То Люди Правы Действуют Так Как Они Считают Нужно И Правда Еще Заключается В том Что Если Вы Ну Вот Просто Предположим Что Если Вы Смогли Донести До Человека Что Он Не Брав То Ему Придется Менять Всю Свою Систему Ценностей Получается Что Он До Этого Жил Неправильно А Это Очень Страшно Менять Всю Систему Ценностей Свою Это Может Даже Привести К тому Человек Останет Полностью Дезориентированным В мире Это Может Привести К тому Что Человек Потеряет Смысл Жизни Своей Это Может Привести К тому Что Человек Сам Окажется Светительски Больным Или Может Привести Человека К самоубийству Например Поэтому Не стоит Брать На себя Такую Ответственность И Пытаться Перераспределить Ценности Человека Последствия Могут Быть Очень Ужасными И Вы К Последствия Можете Быть Неготовы Я Больше Чем Уверен Что Вы К Неготовы Не Не стоит Ставить Себя Вы Чем Других Вы Говорите Я Не Говорю Что Я Такая Хорошая Или Что Такое А Вы Нехорошая Но Вы Неплохая Нет Хороших Людей И Плохих Людей Есть Люди Которые Действуют Исходя Из Своих Ценностей Исходя Своих Желаний И Представлений Если Вы Хотите Действовать Сами Исходя Из Своих Желаний Представлений Так Как Вы Действуете Сейчас То Позвольте Другим Делать То Самое Потому Что Если Вы Допускаете Что Кого-то Можно Осудить Вот Так Как Вы Это Делаете То Получается Можно Осудить Вас И Вопрос Док Понравится Ли Вам Что Вас Охудало А Главное Главное Что Стоит За Этим Охуждением А За Этим Охуждением Стоит Изменение Вашего Поведения Ваших Ценностей Которые Как Я Уже Сказал Могут Привести К Тем Последствиям Которые Были Мною Описаны Немножечко Ранее На этом Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие-то Вопросы Остались Пишите В личку Я Вам Помогу Если Вам Само Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи Благодарю 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 Благодарю